михаил сегодня мне хотелось бы поговорить о предназначении человека но для начала очень хочется понять призвание предназначение уроки души в чем вообще разница это очень интересный вопрос глубокий на самом деле вот я когда эту тему изучал в интернете вот сколько людей столько мнений то есть но понятно что эти понятия из одной области но специфика конкретно и у меня есть вот свой взгляд даже вот ну такой основанный на опыте вот по моему вот призвание человека это его цель на эту жизнь это тот род деятельности и та судьба которую человек вернее душа человека выбирает еще до воплощения до рождения то есть это род деятельности занятия основное и призвание на на эту жизнь текущую всегда одно то есть человека может быть много там работ много увлечений но призвание всегда одно это то что душа выбрала выполнить и реализовываться и двигаться в этом направлении еще до рождения это вот призвание уроки души и то-то те навыки которые душе нужно приобрести чтобы исполнить призвание чтобы исполнить призвание но например если человека призвание допустим быть учителем ну хоть школьным хоть духовным но у него урок души он допустим он боится публичных выступлений и вот вот проработать страх публичных выступлений это его руку души если человек не урок души не проходит не сдает экзамен он не может выполнить призвание или там другой пример допустим человек выбрал призвание бизнесменом быть но такое расхлябан и не может планировать там зависим от мнения людей там не может нет говорить и у него бизнеса не будет крупного пока он не проработает навыки свои это вот уроки души причем интересная когда вот эту тему следовал и вот до нашего рождения до воплощения мы призвание выбираем сами и уроки души выбираем сами заранее и еще если глубже копнуть нам дает это мы выбираем сами нас подачи творца наши души так много раз уже мы приходили на эту землю много раз мы рождались много раз умирали и для души самое страшное это скука потому что души приходят играть души приходят радоваться приобретать опыт наслаждаться проживать разные опыты и вот хороший пример вот у меня есть квадроцикл мне ученики подарили и вот можно квадрат на квадроцикле каждый день ездить в одну линию туда три километра туда но ты уже два раза поездишь тебе не интересно и потом ты выбираешь по грязи по ямам по каким-то лесопосадкам да вот точно так же логика это дар такой сложная просто объяснять вот то же самое то есть призвание то маршрут а вот эти вот моменты ямы кочки что было интереснее не скучно было душе это уроки души вот есть допустим целители да вот я кто-то призван быть целителем призвание целителя но часто у целителя эмпатия очень большая они чувствуют энергии со всеми и они прилипают к энергетике других людей они вот берут на себя эмоции людей и он не станет хорошим целителем если он не научится отделять свою энергетику от другого то есть это его урок души в этом воплощении и пока если он его не сдаст этот экзамен не приобретет эти навыки он не исполнит призвание поэтому вот призвание и уроки души а предназначение как как я понимаю это предназначение равно призвание плюс уроки души то есть предназначена я назначена предназначена то есть человек который у которой есть призвание который его реализовал прошел все руки души и то есть предназначение то есть без без уроков души не будет реализации призвания все вместе это выполненное предназначение вот поэтому у меня такая интерпретация авторская